Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Ковивара и мы продолжаем проходить в GTA Liberty City Stories. Ребята, у меня опять на языке вертелся San Andres. Я, ребята, я не знаю, почему мне постоянно хочется сказать San Andres да San Andres. Что со мной не так? Почему? Зачем и как я это делаю? Парни, посмотрите, я сменила прикид Тоничу, потому что... Потому что хочу, потому что могу. О, многолетник! Ребята, а почему нет, ребят? Мы можем себе позволить перенял. Да какой нахрен перенял? Это многолетник, ребят, с GTA 3 это был многолетник, значит и сейчас это многолетник. Представляете, к жене босса приедем на многолетник, и она скажет, Тони, ты что, дурак? Ты на этом корыте ко мне приехал? Ты вообще мозгом-то думаешь или чем ты думаешь-то, Тони? Тони, это ужасно! Так что вот, ребят, давайте немного потроллим Марию, покатаем ее на многолетники, потому что она слишком уж зазналась. Опустим ее с небес на землю. Так, Марийка, я приехал. Что там у тебя? Главный приз. Сиськи! О-о-о! Надеюсь, не твои. Мне неинтересно. Ну? Дорогой Тони, я решила выставить себя в качестве первого приза в уличной гонке. Правда, если Сарватор узнает, у нас обоих будут большие проблемы. Так что приезжай спасать меня, тогда, может быть, первый приз достанется тебе. На веки твоя Мария. А Тони такой, боже, за что мне? За что? Садись на байк и направляйся к стартовой черте. На байк? На байк? Стой! Мужик, стой! Да, уже уехал. Зачем я трачу калаш, ребят, если он мне... Я его за кадром, главное, так собирала, собирала, тихонечко и любя. А, блин! И решила потратить. Так что, ребята, большое вам спасибо, что сказали, где мне найти калаш. Это очень не... Опа! Наконец-то! Это тот же мужик, что ли, катался тут? А, нет. А, это братья-близнецы, походу. Ладно, неважно. В общем, я его нашла и спокойненько пользуюсь. Так, парни, ну вот мы подъезжаем. Если я еще раз назову калаш М-кой, дайте мне по жопе, серьезно. А мы что, тут все на байках, что ли, будем? Ни хрена себе. А ну да, гонка же на байках. Просто я думала, может быть, они на машине приедут. Ну, типа, знаете, байк не нашли. И такие вот... Тихо. И кто-то на многолетники приедет. Ну, а что нет-то, пацаны? Тихо, аккуратно. На байках сложнее, в том плане... Ёптво, вот в этом плане сложнее. У вас 29 секунд, чтобы вернуться на мотоцикл. Подождите, подождите, пацаны. Парни, подождите, подождите. 24 секунды. Ни хрена себе, на байках сложнее. На машине намного легче. Хотя, ребята, вы сами знаете, что я управляла мотоциклом в ГТА... Сан-Андресе хорошо. Но тут, видимо, что-то пошло не так. Так, хорошо. А где лидер, кстати? Лидер... Ну, вот это, наверное, лидер. Так, кто-то уже все, въехал. Так, теперь я первое место. Ладно, ребят, тут самое главное, что? Сильно не лихачить и в машины не врезаться. И фризы бы не ловить. Ну, блин. Но я ловлю. Но я ловлю. Тихо. Да что так много фризов-то сегодня? Главное, в гонке на машинах фризов не было. А тут вообще фриз на фризе фризом погоняет. Это что такое? Это почему? ОБС прекрати, короче. ОБС перестань фризить. Так, ну-ка, аккуратно. Блин, вот дура реально себя в гонке фризом выставила. А этот старый дурак на ней женился. Зачем? На хрена? Последний круг. Еще тут два круга. На хрена? Последний круг. Он трудный самый. Правильно в комментариях написали. Всегда такое. Что последний круг очень труден. Да что там? Сегодня фризы на фризе погоняют. Капец. Капец, капец. Так, ладно, пацаны. Мы сможем. Мы затащим. Если мы не будем падать, это уже будет плюс к успеху. Ребят, кстати, мне так приятно читать все ваши комментарии. Спасибо вам большое. И новеньким спасибо за подписку. Меня это очень-очень стимулирует. Меня это прям поддерживает. Я прям вообще прям очень рада. Спасибо вам большое, ребята. Просто от души говорю. Что мои шутки нравятся. Мое прохождение тоже. Это прям вот прям вообще прям. Целую вас всех и обнимаю. Так вот, пацаны. Шел последний круг. Конкурентов мы... Рев мотора конкурентов мы даже не слышим. А это значит мы вне конкуренции. Тони Сиприани. Запомните это имя. Блин, а я думала, что как бы все пройдет хуже намного. Тут там даже их вообще нету, ребят. Вы заметили? Так, ну-ка, давай-ка. Все что ли? Так легко. О, девчонки побежали ко мне. Привет, девчонки. А где Мария? Ну хватит, Мария. Пойдем уже. Ой, ну наконец-то мистер Крутор решил прийти. Слушай, Мария, ты девушка Сальваторе. Я никому не принадлежу. Нельзя же быть таким занудой. Пойдем, Уэйн, давай веселиться. Ни хрена себе. Задание выполнено. А что деньги не заплатили? Я просто так эту шлюпень спасал. И то не спас. Она с каким-то... Теперь ваше имя на слуху. У всех, кто участвует в нелегальных гонках. Ожидайте, короче, вам позвонят. Так. Замечательно, восхитительно. Но я просто так, что ли, участвовала? Просто за спасибо. Она бы хоть мне заплатила за молчание. Я могла бы к Сальватореичу пройти и сказать, а знаешь, твоя баба тебе изменяет. Хотя он старый параноик, он мог бы еще меня в этом заподозрить. Блин, вот заговорилась и уехала. Так, пацаны в модных куртяжках, уйдите от меня. Я тоже, кстати, модная, я тоже в куртяжке. Так что вот, ребята, палка о двух концах. Неизвестно, Сальватореичу стоит ли говорить, что его жена ему изменяет. Точнее, девушка. Она не в статусе даже жены. Или нет. Хрена узнает, хрена узнает, но я сохраняюсь. Так, парни. Мне пришлось прерваться, но это ничего страшного. Меня больше заботит, почему у нас только с вами Мария. Почему Мария? Где все остальные? Почему мне не дают задания никто, кроме Марии? Еще главное, ребята, меня больше всего заботят, почему я бесплатно выполняю ее задания. Какого хрена-то? Лучше бы Тони сидел в майке алкашки, в трусах и смотрел телек, чем вот просто так с ней возился. Просто зачем? Нахрена? Ну, это баба босса, и что, блин? Легче было сдать ее со всеми вот этими потрохами и все сказать, что она гулящая у тебя, и давай утопим ее на дне реки. Но нет, но нет, но нет. Мотогонки. Что, опять что ли мотогонки? Ни хрена себе. Опять? Опять гонять будем. Что ты опять приняла, а? Ничего. Что на этот раз? Героин? Переборщила с пудрой? А, Ла Фрис, смотрите, плакат. Маловато тебе было, да? Что-то не вштырило? Согнись, Тони. Кто это сделал? Никто. Говори. Парень, с которым я встречаюсь, Уэйн. Парень, с которым встречаешься. Ты девушка босса вообще-то? Да ладно тебе, Тони, не будь зануда, к тому же он меня снабжает спидами. Без них я какая-то вялая. Плюс от них в постели начинаешь такое вытворять. Заткнись. За что он тебя избил? Этот ходячий труп Уэйн. Я сказала ему, что люблю другого. Я рассказала ему про нас с тобой, Тони. А он меня ударил. Между нами ничего нет. Ты совсем с ума сошла. Где Туэйн? Он торгует наркотой в одном баре, в Чайнотауне. Я люблю тебя, Тони Сиприани. Просто подстава, ребят. Она так же... Уэйн и... Уэйн и его шестерок можно найти в Чайнотауне. Просто, понимаете, одно дело... Короче, она Тони Сиприани подставила. Только она хотя бы с этим каким-то... Потлатым байкером. Хотя бы тут подстава такая была. А с Клодом она пошла дальше. Она уже подставила. О, блин. Вот это... Вот это женщина. Ой, блин. Капец просто. И я должна вот это расхлебывать. Так, у меня есть калаш. Мне уже насрать. А. А может быть надо было на мотоцикле сюда приехать? Мало ли что. Мало ли что тут будет. Ты что-то как-то идешь в развалочку, Сиприани, как-то. Давай вот эту вот... Поаккуратней. Ты Уэйн? А ты кто такой? Я приятель Марии. Ты, значит, на девках отрываешься? Эта сука сама напрашивалась. Ах, вот как. Считай, ты сам походу напросился. Мочи его! Мочи его. Да, садись! Садись! Где он? Вот он. Вот он. Ха-ха-ха! Выехала. А я думала, сначала их надо убивать. Не, 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 не написали. Так, парни, почему-то он быстро щемит как-то. Вам не кажется, что... Я его сейчас не догоню. Или это... Вот знаете, в GTA самое непонятное это... В том плане, что... Когда заскриптован, И надо просто ехать за ним. Или надо его уже убивать. Вот в чем... Вот в чем проблема. Да, да, да. Вот баба как раз говорит. Вот проблем. Вот они и проблемы. Вот и проблемы. Я не понимаю, ребята. Он до какой-то контрольной точки едет или нет? Вот в чем вопрос. Но сейчас я точно за него не дострелю. По одной простой причине я... Я далековато. Хотя я могу стрелять с мотоцикла, но... Мне это сейчас не поможет. Что-то мне кажется, ребят, давайте вот испытаем мое чутье. Так как я прошла уже третью в I-City и San Andreas, мне кажется, что, скорее всего, нам надо просто за ним ехать. А потом он доедет до какой-то контрольной точки, и у нас начнется разборка. А может быть нет. Ой-ёй-ёй! Давай, не ввись! Не ввись! Чего, блин? Я же попала в него, нет? Я же попала в него, он же кровоточит, ну! Да, блин! Не надо было все-таки за ним, получается, ехать. Тьфу ты, блин! Я ошиблась, ребята. Я ошиблась, получается. Просто надо было его ушатать. Ладно, ребята, это было очень легко. Так, парни, меня опять прервали. Я не знаю, сегодня какой-то день, я постоянно отвлекаюсь от летсплея. Я не знаю, на сколько сегодня серия выйдет. Наверное, будет коротенькая. Но уж какая вышла, ребят, извините. Заранее извиняюсь. Так, парни, опять-таки у нас Мария. И опять-таки... Опять-таки никого нету. Мамка даже не звонит, эх! Хотя, в принципе, у нас теперь в жизни не так уж душно. Офигенная мать. Просто я до сих пор офигеваю, как она киллеров наняла. Просто мать года, понимаете, ребят? Ну что у Марии? Что там у тебя? Синики-то зажили или что? Передоз неприятностей. Опять у нее неприятностей. Да сколько можно-то, ну? О, привет, малыш. Я думала, ты не успеешь. Что с тобой такое? Ничего, малыш. Все прекрасно. Вставай, сучка взбалмошная. Ты чем опять закинулась-то, а? Закинулась? Да ничем. Парой-парой зелененьких. Парой красненьких. И съела еще отпадных колес, которые мне так нравятся. Чистый кайф. Чувствую себя обалденно. Хотя вообще-то нет. Ох, мне хреново, Тони. Мне нужен пшик. И все будет хорошо. Он где-то был. Что за пшик? Пшик? Ты не знаешь, что такое пшик. Тони, ну ты на ямняк. Тони, я тебя обожаю. Говори нормально. Мне нужно пшикнуть, Тони. Не то умру. Я уже знаю, это передоз. Доставь мне пшик, Тони. А то ты больше не мужик. Я забыла его, короче. Не стой на месте. Поехали. Ползи, Мария. Ползи, блин. Ползи. Эй, блин, Мария. Мария еле стоит на ногах. Найдите транспорт. Стоп. Блин, отдайте мне транспорт. Подождите. Ну такси тогда. Ну, ёптвою. А, кстати, куда делся мой транспорт? Хрен его знает. Ну ладно. Подберите Марию. Мария, садись. Конечно, не карета Мария. Но что делать? Больше я ничего украсть не могла тут. Так, куда едем? Отвезите Марию в закусочную. В Келлаханпойн. Так, хорошо, ребята. Мне бы машину бы, наверное, смидит. А то что-то она какая-то... Ну, какая-то прям не очень. Ладно, ничего страшного, ребят. На этой поедем. Эх, Мария. Одни проблемы от неё. А если бы она вот взяла и сторчалась, ребят, проблем было бы меньше. Но совесть... Хотя, блин, чё совесть? Она меня чуть не подставила. Точнее, не то, что не подставила. Она меня реально подставила. Хорошо, хоть она не Сальваторе сказала, что типа у нас с ней шуры-муры и т.д. Хорошо, хоть это... Ну как... Подбайкера подставила. Мы с ним хоть разобрались. А Сальваторе-то всё. Тони то же самое бы грозило, что и Клоду, ребята. Ох, опасная женщина. Вот стерва, вот стерва. И Клод на такую же удочку попался. Вот дурында-то, а это Мария. Так, ладно, подъезжаем. Давай. А нахера ты меня сюда привёз? Здесь раньше он тусил, а моей нычки здесь нет. Я вспомнила, у меня есть нычка вот где-то там. Эй, это что, сучка Мария? Снегомню, который грохнул, Эйна! Капец, отвезите Марию. Е-пай... Нет... Да ладно вам, пацаны! Что было, то прошло. О, давайте, короче, подержимся за ручки и забудем этот маленький инцидент с Уэйном. Тем более, он сам виноват, на меня начал бычить. И вообще-то он девку избил, как бы это плохо руки распускать. Зачем руки распускать? Нахрен это надо? Ладно бы, если она бы ударила, он бы ей в ответ ударил. То да, согласна, типа... женщина бы встала автоматически. О, там рука была с парень-патнёром. Я спрятала его с помойкой. Вот, но она же его не била. Лана там сказанул, вот поганенький у неё язычок. Ну и насрать, просто избавился бы от неё. Сказал, ну иди ты в жопу, Мария, я найду себе другую бабу. Нахрена? А чё кипаут-то? А чё кипаут? А почему кипаут? Подождите, пацаны, я чё-то не поняла. Почему ворота не открываются? Должишь же открыться. Да байкеры, отстаньте от меня, ну! Вы-то ещё, блин, уйдите от меня. Ворота не открылись. Подождите, а может быть, это где-то здесь точка? Ну как бы, есть какой-то ещё заезд? Да, есть заезд, есть. Вот оно. Так, ну-ка, байкеры, отстаньте от меня. Твою мать! Мусор вывезли! Куда, блин? Стой, вспомнила, у меня ещё есть нычка на хате. Стоп, отдав! Отвези Марию в её квартиру. Вот, сука, я просто так её прокатала по городу. Вот дура-то! Такое чувство, что я хотелось просто проветриться. Ребята, у меня уже язык начал заплетаться от её тупости, блин. Ну, Мария, ну ты лошадь, конечно, ещё та. Хватит мне стрелять, байкеры за Санты. Нахачу Сальваторе, у Сальваторе! О, у меня уже машина горит! Отвези Марию в особняк Сальваторе! О, ребята, чуть-чуть осталось. Надеюсь, мы сейчас никуда не врежемся и байкеры нас не достанут. Вот пацаны Сальваторича, давайте спасайте, я вообще-то бабу-босса везу. Спасайте, блин, фризы, вы меня не спасаете, вы меня хуже делаете. Да ёптвою, блин. Вот ёптвою. Одесса, лакрасица, привести себя в порядок. Дорогой, у тебя есть деньги? Ээээ, да не особо. О, хера, ты тогда ко мне подкатываешь, я девушка Сальваторе, между прочим. Ба! У него баба куры не клюют, и близко больше ко мне не подходи. Охренеть просто! Славный парень костюм появился. А что за славный парень, мне даже интересно. Подождите, и всё, никто мне не звонит? Ну-ка, подожди-ка, все море и миссии закончились, всё, этот мозговый нос закончился. Ура, ребята, я рада, ура! Но я не рада, что мне опять никто не звонит. Ладно, ребята, давайте сейчас, короче-то, подождём. Может быть, кто-то мне позвонит, может быть, кто-то мне даст миссию. Ну, скорее всего, да, ребят, поэтому, наверное, знаете, как делаем. Я, короче, наверное, уйду на паузу, подожду, несколько раз сохранюсь и продолжим. Хотя нет, ребят, давайте примерим костюм славного парня. Мы три миссии морейкины прошли, можно ещё одну пройти. Так, давайте посмотрим, что за славный парень. Так, костюм шофёра. А, ну хороший, мне нравится, мне отлично такой в чёрном. Я люблю мужчин в чёрных рубашках. Парни, ну что, я уже сохранилась три раза и надеюсь, кто-нибудь мне позвонит наконец-таки. Внимание, к вам приближается один из мамочкиных киллеров. Ну, хоть что-то стабильное в этом мире, мамочкины киллеры. Так, ну давайте встретим-то там... Опа, подожди-ка, стоп. Тони, это Сальваторе. Ты, мари, её не видел? Чёрт, я подери, я вижу эту суку только, когда ей нужны деньги. Загляни ко мне, у меня есть, короче, поручение. Отлично, отлично. А где мамочкин киллер? Мамочкин киллер? Да чё они... Я не понимаю, кого наняла эта женщина? Почему они так отлыняют от обязанностей? Я уже их встречаю тут с калашом наперевес. А им пофигу. Вот где он? Где он заплутал-то? Я не думаю, что киллер страдает топографическим кретинизмом. Его бы не взяли в киллеры. Согласитесь, ребята, киллер, который не знает местности. Ну, как бы не нужен ни хрена. Зачем? Зачем? Ладно, много вопросов и мало ответов. Давайте-ка мы как раз-таки пойдём и узнаем, что этому старому хрену от нас надобна. Надобна. Ну что, старый хрыч, я к тебе пришёл? Контрабанда. О как. Закрой рот, сука, неблагодарная. Ещё хоть одно слово скажешь, я тебе зубы пересчитаю. О, ну ладно, ну ладно. Что ты сделаешь? Ударишь меня? Ты так ко мне не притронешься? Хера мне тебя трогать? Поддержанный товар мне не нужен, меня тошнит от тебя. Тошнит от меня? Что? Да, тошнит от тебя. Я тебя умоляю, знаешь что? Папа был прав, говорил же он мне, что ты жлоб. Да-да-да-да-да-да-да. Привет, Тони. Кони бабки, старикан! Вали отсюда, шлюпка. Ты Энтони мой спаситель. Женщины, вот что с ними делать? К счастью, хоть кому-то в этой жизни я могу доверять. Тебе, Тони. С тобой очень... я тобой очень дорожу. Я... у тебя даже не стоит старый хрыч! На тебя не стоит! Я общественными сортирами не пользуюсь. Я очень дорожу. В общем, теперь нам с тобой открыта дорога. Эти кретины все попрятали. Тебе тут куда знать? Тебе больше нравится прудить время в мужских обществах. А ты только... А ты только тогда довольна, когда таскаешься и прижимают тебя к стенке. Господи, да даже кролики не трахаются столько, сколько ты. Слушай, это очень важно. Макароник и патентишка! Да пошла ты в жопу! В общем, скоро должна прийти партия сам знаешь чего. После этого мы с тобой станем реальными авторитетами. Все должно пойти гладко. Мне нужно, чтобы этот процесс контролировал человек, которому я могу доверять. Ладно, Тони, поговорим. И знаешь что? Никогда еще не встречал папа с гидравлическими трусами. Я просто поражаюсь. Господи, зачем я на ней женился? Мне нужна была шалава. А я женился на шлюхе. Видимо, я кого-то очень сильно разозлил в прошлой жизни. Это точно, это точно. Это точно. Блин! Жесть разборки. Достаньте четырехместную машину и возьмите с собой подручных. Просто, блин, знаете, пришли в семейных разборках, поучаствовали и такие, блин. И такие, офигеть! Просто я в шоке. Я в шоке, ребята. Я в шоке полном. Вот это семейная драма у них. Так, подручные. Подручные, иди ко мне. Иди ко мне, мой подручный. Кстати, у меня полный броник. Может быть, меня ждет успех с первого раза. Возьмите еще с собой подручных. Так, я надеюсь, подручные мне вполне себе будут помогать, а не стоять как истуканы и стрелять в стену. Ребят, я очень в это надеюсь, я очень в это верю. Кстати, наверное, это какая-то нас ожидает более длинная миссия, скорее всего. И, возможно, это как раз-таки мы этим и за финалем сегодня. Если, конечно, не обосремся и будем ее проходить сто раз. Так, ладно. Так, где еще один подручный? Чего вы так далеко стоите, пацаны? Почему я не могу свистнуть? Ну, ладно, не свистнуть. Позвонить по телефону и сказать, пацаны, соберитесь в кучку. Мы с вами, короче, на дело поедем ради Сальваторича. А то он нам премию не даст. Хотя он и так не дает. Да ты что, блин, разлегся-то, дурак? Садись, подручный мне, который мне не нравится. Так, ладно, че, где? Отправляйся к портландским докам. Так, ну че, пацаны, как у кого дела? Кто там женился? Кто развелся? Это, как по футболу там че? Наши выиграли или нет? Блин! Ты кого? Ты врезался в мафиозников самого Сальватора Леона? Тебя жизнь недорога, что ли? Ты понимаешь, Линя, что мы тебя тут закошмарим, пацан? Вообще не понимаешь. Без страха. Без страха, мужик. Так, ладно, приехали почти. Кстати, а там же забастовка происходит или уже не происходит? Подождите. Не происходит, смотрите. В полном разгаре, в полном объеме. Пацаны, я к вам заеду. Извините. Я не хотела. Нет, я вру, я хотела. Так. Подождите-ка. Ага. Я только сейчас поняла, скорее всего нас ожидает за месяча. Малиновый патриот едет. Усла до моих глаз. Пацаны, смотрите, какой он малиновый. Здрасте, я ждал тебя несколько часов назад. Хорош ныть, Мигель. Товар у тебя? Тони, братан, я человек занятой. В следующий раз найду другого. Ага, такого, который тебе будет платить, как мы. Ты долго искать будешь. Уделал просто, как сучку. Ну что? Ты мне нравишься, Тони. У тебя большие яйца, как у быка. Ух. Наши бабки у тебя? С собой. Ах ты, придурок. Ах ты, придурок. Ну, ну. Садись. Машину с наркотой. Ты не оставляешь мне выбора. Нет, коп, я оставляю тебе выбор. Останет меня в жопу. Фу, блин. Мне продрявили колеса, пацаны. У меня все плохо, у меня все плохо. Забастовщики, помогите, пацаны. Мы же с вами были как друзьями. А, нет, мы не были друзьями. Нет. Копы. Копы, прошу. Копы не надо. Копы, фу. У меня только до панцпрей доехать. У меня только до панцпрей. Дотолкайте меня до панцпрейушки. Нет, блин. Подождите, а как мы Мигеля убили? Он же должен быть жив. Он же с Каталиной должен мутить. Что-то я не поняла. Или это мы просто его ранили? Я даже сначала не поняла, когда там написали, типа, убейте. Я такая, в смысле убейте? Он же как бы мне нужен, как бы для сюжета. Так, это третий не будет. Ну ладно. Так, баба, извини, ты стала фаршем не по моей воле. Это копы виноваты. Да ёптвое, да меня не туда, копы. Меня надо завернуть, вы чё, блин? Сейчас меня просто расфигачат по полной. Так, пацаны, я лучше сделаю кругаль и заеду. Вот лучше по нормальному. Тихо, тихо, тихо. Да ты меня сейчас вообще дотолкаешь до не понять чего, коп. Ты чё хочешь, чтобы я миссию провалила? Зачем? Зачем? Зачем, коп, тебе это надо? Иди домой. Иди к семье. Кушай пирожки. Фу, я вроде его уговорила, он ушёл. Ну, вы перекрасились и теперь вас не узнают, да? Отправляйся к гаражу Сальваторе. Кстати, а почему Патриот не перекрасили? Ну, в принципе, как-то мне и не надо, потому что он офигенный, малиновый, красивый. Смотрите, копы про меня просто забыли. Мы с вами не раз поднимали тему, что когда я заезжаю в панспрей, в панспрей, они забывают. Причём, даже видя, как я туда заезжаю, они такие, ааа, потом, чё это за мужик? Он взял и заехал, то кто? Мы его теперь не знаем. Как у них так память отшивает? Память отшила, отшибла, блин. Как так происходит? Хрен его знает, непонятно. Сейчас знаете, чего не хватает для полной картины? Мамочкиных киллеров. Если бы они сейчас приехали, было бы вообще здорово, классно, замечательно. Восхитительно. Так, загони машину в гараж. Сейчас. Блин, малиновый Патриот достанется Сальваторе. Покиньте гараж. Да ладно, ладно. Крутые парни не смотрят, как закрывается гараж. Тысяча долларов, наконец-то денежки, наконец-то денежки, пацаны. Всё, 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 всё. Вот это мы молодцы, вот это мы красавцы, да? Так, ну-ка садись. Чё я так разглядывать начала? Мне поначалу показалось, что там человек есть, представляете, ребят? Думаю, на пассажирском сидении человек, что ли? А это просто отсвечивало так. Так, ребят, смотрите, миссий опять нету. Опять нету миссий. Я предлагаю, чё, давайте на сегодня на этом закончим. Но перед этим я посохраняюсь несколько раз. Хотя бы посмотрю, кто нам позвонит. Мало ли, опять Мария или старый дурак. Да хватит сигналить машинам, блин, ты уже моя. Я тебя уже разбил, ты моя. Ты моя, ты моя. Ты полностью моя. Так, ну что, ребята, я три раза сохранилась. Может быть, кто-нибудь сейчас позвонит мне? Ну, хотя бы мамочкины киллеры приедете, нет? Да ладно, никто не названивает? Опа, хорошо. Эй, Тони, это Джей Ди. Сейчас все только говорят, что ты станешь большой шишкой. Надеюсь, ты не забудешь соревновать Джей Ди, когда доберешься до самых верхов. Ага. При случае загляни ко мне, приятель. Всё, Джей Ди опять появился, ребята. Джей Ди. Это здорово, это классно. Но в следующей серии уже с ним встретимся, ребят. Вполне себе вышла коротенькая серия, но зато я успел её записать. Даже то, что меня отвлекали два раза, это не помешало её записать. Ребята, ещё раз я вам говорю, спасибо большое, что вы входите в моё положение. Ожидаете серию спокойно. Не пишите, где серия, где что, почему, нет. Вы спокойно ждёте. Вы пишите мне приятный комментарий, ставите лайки. Я вас очень ценю. Вы очень классная аудитория. Спасибо, что вы у меня есть. И что вы... Вы со мной, понимаете? Вы не с кем-то, вы со мной. И это меня очень радует. Спасибо вам большое, ребята. Ну что, встретимся в следующий раз. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребята.